всем привет с вами снова бьюти бабушка и сегодня у нас с вами будет распаковка но не косметики давайте сегодня немножечко отдохнем от ухода за кожей и распакуем вот такую красоту это мюли от очень-очень известного всем бренда манова потому что близится весна потому что хочется чего-нибудь красивого хочется чего-нибудь яркого за зиму все мы уже наверное устали от толстой зимней обуви не самой красивой и давайте врываться в лето вместе с вот таким вот изяществом на этом канале я обычно рассказываю о косметике и об уходе за кожей мне сейчас за 50 лет неплохо так уже за 50 лет и я рассказываю обо всем этом на основании своего уже более чем 30-летнего ухода за кожей если вам интересно и эта тема они только распаковки всяких красивых вещей то обязательно заглядывайте на мой канал снова эти туфельки были заказаны в магазине луиса виарома я очень часто заказываю там одежду обувь украшения очень быстро доходят все заказы буквально за 1-3 дня ну давайте скорее распаковываться внутри лежит прежде всего чек это скучно и здесь уже сама коробка ну и конечно же по моей устоявшейся традиции кверх ногами все проложено отлично вот так сама коробка выглядит ничего особенного почему-то в губной помаде кто-то целовал их что ли так здесь коробка почему-то очень чумазая где она только наверное не валялась какой-то стильный нелюксовостью веет на этот раз от этого заказа ну ладно 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 видели мои грязные коробки чистые видели разные главное что внутри здесь инструкция по возвращению если что-то не подойдет отлично и как всегда у этого бренда собственно говоря у других любых брендов есть мешочек для обуви некоторые бренды кладут два мешка раздельных чтобы туфельки лежали в отдельности некоторые кладут один и кто мы такие чтобы их осуждать и вот тут еще какой-то конверт и это на самом деле не конверт это приветствие от бренда замечательно и здесь вот это астроносое чудо почему-то только одна часть набита вторую не стали странная немножечко все это как-то уложено ну ладно здесь все конечно же новенькая замечательная это 36 размер обычно так называемые манулики мой любимый размер это 36 с половиной я подумала что лето и я тут немножечко похудела это тоже влияет немножко на размер ноги и все-таки это мюли так что я думаю что 36 будет сам по себе удобным конечно они выглядят замечательно какие то просто две красные ягодки и я специально очень долго лиц и долго и целенаправленно искала именно кожаный вариант этой модели они конечно же великолепно выглядят выполненными из красной замши это культовая модель я вижу и очень часто многих фэшн блогеров но замша она есть замши тоненькая нежная замечательно но для наших скажем так северных условий это не самый лучший вариант все таки я предпочитаю кожу кожа плотная это не то что делает гуччи если кто-то хочет посмотреть мою распаковку обуви которые нужно держать в шкафу за стеклом пожалуйста справа верхнем углу распаковка знаменитых лоферов от дома гуччи и так как я все-таки предпочитаю обувь не коллекционировать а усиленно ее носить использовать и покупаю для этого то конечно вот такая плотная кожа внушительная это намного более приемлемый вариант пряжка тоже обтянута кожей все безупречно кожаная подошва и эта модель которую в принципе я очень давно хотела заполучить меня есть другие туфли от этого бренда но вот именно из этой линии у меня ничего не было низкий каблук также специально я выбрала потому что это обувь для носки они для стояния и и в шкафу и сейчас я расскажу буквально два слова об этой модели только что примерила туфельки сели отлично просто как влитые наверное еще пол размера и было бы уже не то конечно же не висит пятка все на своем месте очень изящно и красивая обувь глядя на них не сложно подумать что при ходьбе они могут соскакивать с ноги но этого не происходит все отлично продумано они очень плотно сидят на ноге нигде не давят удобные ну совершенно какими-то легкими я назвать их не могу но они очень удобные и конечно шаг скажем так не стесняют это обувь ручной работы как все наверное мы с вами знаем работа безупречная аккуратная и единственное наверное что в такой модели всегда лично меня настораживает это носы которые могут сбиться но здесь они немножечко приподняты я думаю это видно и здесь я думаю такой проблемы не будет носить с чем носить планирую с джинсами и с белой футболкой на лето какую-нибудь сумочку замечательную красивую необычную и я думаю это будет очень неплохо выглядеть и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь давайте полюбуемся на эту пару обуви через год с лишним и посмотрите какое все, как новенькое, ничего не обтрепалось, практически ничего не изменилось вы знаете от чего это зависит? это совершенно не от того, что туфли высоченного качества, ничего с ними не происходит причина такого безупречного внешнего вида в том, что их невозможно носить, по крайней мере в моем случае ноги у людей, конечно же, разные, разные бренды подходят, не подходят существует так называемая колодка, о которой много говорят но в данном случае носить это невозможно я надела эти туфли несколько раз всего-навсего но, но, при этом вот здесь, в этом месте, где соприкосновение идет с мизинцем и чуть выше по ноге трет немилосердно очень жесткая здесь кожа с просвойками, с прошивками, чтобы контур держался я как-то ждала, что здесь будет натирать здесь тоже натирает но не так ужасно здесь просто, извиняюсь, в мясо ноги при том, можно надевать, допустим, на колготки ну как, ну мюли на колготках ну ладно, ну чтобы не терло но наличие никаких, скажем, колготок, гольф чего угодно, чтобы вы не подели от диких натираний не избавляет кроме того, например, давайте посмотрим здесь совершенно прямо все и ровно да, то есть, ну так же при покупке, собственно говоря, и было а здесь, опять-таки, от неудачной формы видимо здесь вот, где мизинцы и нога давят вот здесь уже какие-то прогибы вот здесь уже что-то вылезло что-то уже не так то есть, ясно, здесь отойдет подошва от тапка здесь как бы думать не о чем при ходьбе сложно бывает ходить так чтобы не загреметь плюс очень скользкая подошва магазины, гостиницы, мраморный пол здесь обязательно нужно что-то делать если вы собираетесь такое купить и такое носить потому что на тех же лоферах, например, вот у Гуччи да, там хоть на каблуке что-то есть а здесь такой маленький каблук что здесь невозможно в них передвигаться где-то, где очень гладкий пол и сложно, очень сложно сказать за что с нас в данном случае берут такие деньги здесь уже вот за несколько раз обдираться начала кожа внутри ну ладно, внутри не видно и в принципе, в принципе я думаю, что первое место которое полетит сразу это, конечно, вот здесь вот узкий нос но здесь уже, наверное, вся обувь с узким носом нуждается в какой-то аккуратной носке нужно здесь делать прокладочки специальные сразу пока туфли новые и что касается неудобства вот если говорить, что, ну, возможно, мне не подошел этот бренд потому что, ну, изящная узкая ножка там в этом как родная не натрет ну, у меня действительно очень нежная кожа на ногах которая натирает все, что угодно но вот оно синее васильковое но этот же бренд выше каблук но уже закрытая лодочка так не намного тут каблук нет, намного выше но не суть вот эти туфли они гораздо старше прекрасно выглядят отлично сохранились но здесь тоже не дивы это туфли абсолютно выходные и я их надеваю исключительно как вечерние потому что ну, я знаю, девочки носят молодые девушки с джинсами носят носят как угодно с костюмами на работу ну, меня как-то так немножко воспитали что вечерняя обувь она все-таки вечерняя и атласные туфли вот такие трепать в хвост и в гриву а зачем? какой в этом смысл? вот эти туфли удобные я в них совершенно спокойно хожу столько, сколько мне нужно очень волновалась за задник потому что атласные туфли всегда делают на очень толстом каркасе который ну, просто не дает спокойно передвигаться иногда бывает такое да, ну, вот здесь вот здесь, пожалуйста нигде ни разу не натерли несмотря на высокий задник который очень под таким вот заметным углом должен впиваться в ногу нет все отлично здесь носится и, конечно если есть задумки я бы советовала быть вот с такими мюлями крайне аккуратными ничего не могу сказать о том как ведут себя такие же на совершенно плоской подошве у них очень много вариантов сложно сказать как ведут себя такие же атласные может с ними все замечательно но именно конкретно вот эта модель кожаная не замшевая не тканевая это именно натуральная кожа мне как бы не пришлась ко двору ну, вот стоят и стоят и если есть задумка например какую-то нарядную пару обуви для выходного дня выбрать ну, это, конечно манолики Кэри Брэдшоу да, это, конечно вот ее помолвочные знаменитые туфли и вот эти туфли вот эти туфли которые я могу только рекомендовать у меня не сохранилось их распаковки потому что я тогда еще ничего не снимала я очень давно их купила очень-очень давно скажем так когда они еще были мейнстримом и ну, что показывать распаковку если перед вами так абсолютно ну, практически новые туфли то есть с ними ничего не изменилось ну, такие рекомендации ценные бесценные решать вам но в моем случае это просто оказалось выброшенными деньгами на ветер я очень надеюсь что это видео было для вас интересным и информативным и я буду очень довольна если мне удалось снять эту распаковку так, что все ваши вопросы об этих мюликах получили свои ответы спасибо всем кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале и до следующего раза всем пока пока